В свете поселок излучает абсолютный покой. Люди прошлого видели эту красоту с другой точки обзора, когда Волочанка стояла на участке между Пясинской и Хаттанской водными системами. Там торговцы перетаскивали, то есть волочили суда и грузы. Во времена коллективизации, когда объединяли автохозы, совхозы, это место посчитали наиболее выигрышной, потому что большая артерия, река, связь с Хаттангой. Денис Теребихин – местный активист и предприниматель, один из главных людей, благодаря которым название Волочанка-Сити и местные проекты стали известны далеко за пределами Таймыра. Более подробно мы побеседовали уже на следующее утро. Денис хорошо знает историю поселка и заинтересован в его развитии. В прошлом году он начал обустройство этностойпища на озере Такер, что за 10 километров от Волочанки. Перезимовали здесь, и сейчас, с этого лета, мы начали строительство. Сейчас на стойбище идет стройка. Должны появиться новые балки, баня, работа, непочатый край. У нас есть два постоянных сотрудника, которые занимаются охраной и обеспечением стойбища. И есть мы привлекаем по сезону людей, которые нам необходимы. Например, сейчас работают строители, сейчас будем привлекать кормов людей. А заготавливать корма нужно для овцебычков, которые появились у озера Такер в прошлом году. Телят привезли на Таймыр из Ямальского горно-хадатинского заказника, чтобы создать первую в России ферму по одомашниванию этих удивительных животных. Процесс займет не одно поколение, но результат, по мнению Дениса, того стоит. Это та самая шерсть уникальная, теплая, дорогая, ради которой мы с ними дружим. Из гивиута, подшерстка мускусных быков, получаются самые теплые изделия. Восемь раз теплее овчины. Но сначала животным нужно вырасти и дать потомство. Половозрелости самки достигнут к трем годам, самцы к четырем. В неволе при хорошем питании этот период может наступить и раньше. Сейчас и риски, бруснички, ямалу и ромашки чуть больше года, хотя ведут они себя совсем как взрослые. Держатся кучкой, людей сторонятся. Заснять их так близко оказалось непросто, потребовалось немало терпения. Зато своих соседей оленей, овцебыки совсем не боятся. Петровна, вот она, самая дружелюбная, самая общительная, самая прожорливая. Очень любит хлеб и вообще все.